Ребятишки, всем привет! С вами Женя, сердцеед. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет! Вы на канале Женёк, канал самых позитивных вибраций на этом свете. Ну, в РФ точно. Смотрите, я опаздываю, если честно, поезд. Ну как опаздываю? Мне там надо быть через полтора часа, поэтому давайте я быстро записываю реакцию. Правильно? Вы просто ничего не говорите. Ставьте лайк, пишите комментарий и прожимайте кнопку, чтобы она стала серого цвета. Как сейчас? Вот так вот. Ладно, всё, возвращаем. Короче, смотрите, проходимся по фактам. Правильно, правильно. Давайте незамедлительно работаем, коллеги. Алло, да, здравствуйте, Наталья. Можно, пожалуйста, два латте. Факт номер один. Сердце белого кита имеет размер автомобиля Volkswagen Juke. Вот как выглядит Volkswagen Juke. И представьте, что у кого-то есть такое сердце. Как говорится, знаете, люблю всем сердцем. Я не знаю, нахуй я это говорю вообще. Факт номер два. Чтобы освободиться из челюсти крокодила, нужно надавить большими пальцами на его глазные яблоки. Скорее всего, у вас, как обычно, будут кусать крокодил. Ситуация достаточно часто встречающаяся в Российской Федерации. Видите, у меня такое сегодня... Вот, поэтому если вдруг укусили, всё-таки, да, крокодил или аллигатор, ну, на улице их всё-таки много. Вот, надавите просто большими пальцами на глазные яблоки. Он пока там кусает, вот так надавили, убрались. Дурак, нахуй ты меня кусаешь, всё. Ну, то есть, ничего такого, обычная бытовая ситуация. Факт номер три. Язык хамелеона вдвое длиннее его тела. Знаете, я иногда поражаюсь тому, что все эти факты настолько разные, и половина каких-то таких немного бредовых. Ну, знаете, наверное, кто-то из вас что-то запоминает, и это прикольно. Ладно, ребят, сегодня без всяких долгих вступлений, шуток, начинаем смотреть чёрный список. Я знаю, что Юлик посмотрел, наверное, все программы с этого чёрного списка, но мне, если честно, это не важно, потому что мне просто самому хочется посмотреть, покринжевать, в каких-то моментах охуеть. Поэтому те, кто смотрели у Юлика и не готовы смотреть со мной, всего доброго, с вами был Женёк. Спасибо за просмотр первых двух минут. Все, кто не смотрели, приятного просмотра, дорогие зрители. И те, кто смотрели у Юлика, но им всё равно не хотят посмотреть со мной, добро пожаловать, коллеги. Короче, времени зря не теряем. Не забывайте, с вас лайк, коммент и кнопка. Погнали. Ай, ладно. Переходите в Телеграм по ссылке в описании. Я всех жду в своём неком канале, абсолютно без исключения всех. В Инстаграм, ну как хотите, заставлять не буду. Всё, давайте. Сегодня Алексей Земсков проверит клининговые компании. Я первый раз здесь что смотрю. Просто видим некий способ воровства моих... Некий способ воровства. Мне эта передача уже по душе, по нраву. И детских аниматоров. Он ударился. Ударился, и у него кровь потекла. Привет. Меня зовут Алексей Земсков, и сегодня я буду проверять качество работы клининговых компаний вообще. Клининг – это достаточно популярный бизнес в России. Смотрите, если бы у меня ролики так начинались, я такой... Привет. Вы на канале Женёк. И знаете, очень многие хотят получать позитивные вибрации. Поэтому я подумал, почему бы вам их не дать мне? Только в Москве на данный момент около двух тысяч клининговых компаний. И сегодня мы проверим сразу три из них, причём в разных ценовых сегментах. Самых дешёвых, средних и самых дорогих, я не побоюсь этого слова, элитных клинингов. Элитных клинингов. Для того, чтобы их проверить, у нас есть квартира. Мы разместим в каждой комнате несколько камер. Мы разместим здесь ловушки или так называемые закладки. То есть искусственные испытания для наших исполнителей. А затем посмотрим, как они с этими испытаниями справятся. И прямо сейчас я буду звонить в эти компании и подбирать тех, кто будет участвовать в уборке этой квартиры. Поехали. Поехали. Просто не поехали, а поехали. Поехали, коллеги. Да, здравствуйте. Клининговая компания. Здравствуйте. Мне вот квартиру буду брать. На датра? Да. Какое время, Док? Четыре. С утра. Хорошо. Сколько метров квартира? Шестьдесят где-то. Что бы вы хотели сказать среди перчатого штока? Внимательная уборка нужна. Внимательная. Ну так, сантехнику протрут, там, краники и так далее. Да, посуду помоют. Под диванами на шкафах? Ну, под диваном, может, помоют. И что, по времени, по деньгам? Мне кажется, что под диваном нужно помыть. Ну, под диваном, может, помоют, хуй знает. Ну, типа, бля, по настроению уборщица. Что это за хуйня? Что за диалоги? Четыре часа, пятьдесят тысяч рублей. Семьдесят четыреста рублей. Четыре часа. Эээ, три пятьсот. Подтверждаем заказ? Да, да, да. Подтверждаем. Итак, все три клининговые компании заказаны. И для каждой из них мы подготовим квартиру по особому сценарию. А Алексей в этой истории будет играть роль беспечного хозяина. Ну что ж, квартира готова, все ловушки расставлены. По легенде, здесь вчера была бомбическая вечеринка. И мы сейчас посмотрим, как с ее последствиями справится клининг эконом-класса. Бля, что-то язык заплетается. Такое ощущение, что вот он спит. То есть я пытаюсь разговаривать, но понимаю, что он тяжело поднимается. Возможно, у меня это чувствуется, короче. Я не знаю. Хочу что-то сказать и тяжело. Хотя сказать хочется. А, заходите. Итак, первая клиентка, точнее, получается, уборщица из какой-то клининговой компании. Начинаю отсюда. Это просто сгрести, выбросить. Хладильник не моем, духовку не моем. Остальное все поверхностно. Здесь тоже все убираем. Обязательно пыль. Пистельные не меняем, просто застилаем. Чистота. Чистота. Объем вы видите, сколько это? Три-три с половиной. Три-три с половиной часа, да? А по деньгам сколько будет? Три-пятьсот. Три-пятьсот. Хорошо. У меня тут друган говорит, что он у меня цепочку оставил. Если найдете, вы мне скажите. Фронт работ озвучен. И Алексей на время уборки уезжает якобы по делам. Но на самом деле ведущий отправляется в свой секретный фургон, чтобы следить за работой клининга. В свой секретный фургон. Ты где? Я в секретном фургоне сижу. Ты чё, ёпца? Не знаешь где? Я обычно бываю в секретный фургон, блядь. Поделюсь первыми впечатлениями. Ведет она себя как типичный представитель клининговой компании эконом-класса. В принципе, это человек, который уже делает... Костя лох. Конкретно Костя. Вот почему именно Костя, блядь? Всем Костям привет. Вы лохи. Вот шучу. Просто написано Костя лох. Короче, получается это эконом-клининг. Три-пятьсот. И вот смотрим, что он будет делать. Какой-то повторил. Уборку, наверное, не первый раз. С базовым набором каких-то там моющих средств. Вот сразу чувствуется, что женщина опытная, хотя достаточно молодая. Она понимает, что холостяк, который достаточно трудно добывает себе еду. И она сохранила остатки еды и убрала их в холодильник. Вот особенно интересно, соблазнится ли она на нашей вкусняшке, что мы ей оставили тарталетки с красной икру. Скажу честно, я бы не отказался от кусочка тарталетки, даже если бы был сотрудником клининга. Не, ну согласитесь, уебать тарталетку просто вот так в кабинетик. Бам. Нормально. Ой. А вот и первая ловушка. Аппетитные тарталетки с икрой. Ай-яй-яй. Не сдержалась ляля-краля. И все-таки съела. Но все сейчас у нее аккуратненько. В кабинетик это провалилось. И она такая, бля. А тут прикольно убираться. Я думаю, что она на одной не должна остановиться, по идее. Да, это если одна залетела, обычно залетает вторая, третья. Конечно, отправляются не в холодильник, а прямо в рот. И я вижу, что она все-таки не устояла перед соблазном и решила попробовать, чем же мы там вчера трапезничали. Я сам, пока мы готовились к съемкам, заточил. Вы, наверное, уже многие знаете, что я брезгливый. И для меня это такой ужас. Она только что набирала в ведро в туалете. Там, где было написано, кстати, Костя Лох. Потом она периодически что-то вытирает пыль. Все двигает. Тут же этими же руками из общей тарелки берет тарталетки. Перекладывает голыми руками их на какие-то другие тарелки для того, чтобы поставить в холодильник. Если бы я это все увидел, я бы нахуй выкинул это все вообще из холодильника. В принципе, вот так пакет взял бы все содержимое, блядь, и выбросил. Потому что, ну, это не очень приятное зрелище. В общем, пару штучек. В принципе, здесь я в этом ее понимаю. Алексей продолжает наблюдать. А Аня продолжает все беспощадно подъедать. А все, это уже на автомате пошло. Одна залетела, как говорится, в качестве такого, знаете, некого аперитива. И все, пошла уже вторая, третья, четвертая, пятая. Ну, так у всех работает, к сожалению. Я про сотрудников клининга. Ну, и про меня. Я же тоже клинер. В этом канале Клинер ТВ. Могу убрать вашу квартиру. Напишите мне в директ. Я приду и уберусь. Правильно, нахуй. Убирайте куда-то шарики. Давай их просто лопнем. Господи, как она безжалостно режет шарики. Мы их так старались, надували. Вместо того, чтобы помыть тарелку. Ой, это про что я говорил. Ты же, блядь, чупакабра, блядь. Что она делает? Она вот этими перчатками, которыми сейчас пыль вытирает и трогает все подряд. Около бананов проводит по тарелкам. Ужасная передача. Аня ее оттирает заботливо пальцами. Видимо, так в клининге эконом-класса выглядит мытье посуды. Должен заметить, залезая на стул, Аня сняла тапочки. Аня сняла тапочки, молодец. Но мне, в принципе, и то, что она носками своими встает на стул, где есть ткань. Не знаю, кто-то меня поймет. Кто сильно брезгливо поймет меня. Вот то, что вот именно носками своими, где она где-то ходила по дому, зная, что она с эконом-клининга, она встает на мой стул, где тканная поверхность. Не могу объяснить. Наверное, кто-то меня понял, а кто-то посмотрел на меня как на идиота. То есть это нормально абсолютно. Невозможно, чтобы я, знаете, что-то вещал, и все такие, да-да-да, согласны. Ну, типа, ладно. Это рефлекс, который может быть только у чистоплотного человека. Это еще один плюсик в копинку Ани. Причем это самый дешевый клининг. Я уже боюсь представить, что будет, когда там приедет так называемый элитный клининг. Кухня почти готова. И после тарталеток Аню начинает мучить жажда. Засушила? Аньку засушил немного. Она попила из крана московскую воду. Это как бы ее личное дело. Но то, что она... Ну, а вот, кстати, и чистоплотность Ани. Просто попила воду из московского водопровода. И просто эту же кружку положила, чтобы потом хозяин, который заплатил ей деньги, пришел и с этой кружечки попил. Всегда, кстати, мечтал пить после Ани. Блядь. Ань, если смотришь мое видео, приходи ко мне. Можешь просто со всех тарелок похавать, разложить, а потом с удовольствием доем. Я еще люблю слизывать с тарелки потом все. Какой пиздец. Просто взяла, попила и поставила обратно. Все. Просто взяла кружку, из которой только что пила, даже не сполоснув, просто поставила в шкаф. Рановато, я ее похвалил. Судя по всему, Аня в отсутствии хозяина решила вообще себе ни в чем не отказывать. Она просто берет и закуливает посреди кухни. Я в шоке. Это... Бать, вы видели, как все начиналось? Аккуратненько, в перчаточках. Такая... Ладно, одну тарталетку. Хуякай, просто знаете, как в области тьмы таблетку съел сразу. Бам! Сижечка, попила водички, еще пару бутербродиков. Этой же рукой тарелочку эта, блядь. Встала на стульчик. Чук-чук-чук-чук-чук. Слушайте, походу вообще, она расслабилась максимально. Закурить просто в хате, зная, что там будет пахнуть. И есть вероятность того, что может прийти просто так случайно, резко, быстро, внепланово, да, так сказать, для Анны. Хозяин квартиры, она там курит. Где мозг, блядь? Кстати, я себе купил книжку вчера. Называется «Мозг». Вот, Аня, тебе нужно почитать обязательно эту книжку. Я не прочитал ни одной страницы, но уверен, там много ответов на вопросы. Хотя вряд ли у тебя есть вопросы, блядь. Давай, кури. Перечеркивает все ее плюсы достаточно серьезно. Впереди у нас еще две комнаты и ванная. И после того, что я увидел в кухне, я не удивлюсь, если она сейчас примет душ и ляжет. Ровно через два часа поезд. Но, по идее, я успеваю. В этих же перчатках, в которых она только что потерла тарелку после бананов, блядь. Причем делает это в тех же перчатках. Да. Блядь, мы сейчас, знаете, будем одни и те же комментарии давать с этим человым молодаком. Я не помню, как его зовут. Артур, Гена, Дмитрий, Алена. Я не знаю, блядь. Не снимаю, которыми только что сейчас мыла квартиру, держала грязную тряпку, елой залпать всякой... Ой, я не могу, как это отвратительно мерзко, гадко, фу, блядь. Были по грязным углам. Этими же перчатками берет постельное белье, на котором мне потом спать-то и застилают все это покрывало. Аня переходит к комоду и, напомню, у нас там есть небольшой сюрприз. Бюст Брежнева, который сломан напополам. Так, под линиями протерли, под Сталином протерли. Что же будет с Брежневым? Так, вот он у нее развалился в руках. Что она делает? Она просто собрала его на место, как бы это ни в чем не бывало. Интересно, скажет ли она мне о том, что он у нее сломался в руках или просто... Да, да, она точно скажет. Да что она такая? Слушай, помимо того, что Брежнев сломан, я у тебя пыхнула пару марльбара на кухне прям. Ну, ебанула пару тарталеток, кстати, этими же перчатками все помыла. Аня точно честная, ну, конечно, она скажет, господи. К чему эти вопросы? Или это риторический? А, если риторический, то да. Конечно, Аня скажет. Это тот факт. Так, пошла вторая сигарета, Аня заходит на кухню. Аня, я тебе предлагаю налечиво со 12-летнего и въебать прям там. Можешь, кстати, позвать своих коллег. Я думаю, что у тех людей, у кого нет заказов, есть свободная минуточка. И они бы с тобой с удовольствием прокинули 50 грамм. Вторая сигарета уже... Мов. ...не считается косяком, потому что до этого кухня была не курящая. Это было действительно для меня стрессом. Но теперь кухня уже курящая, и теперь вроде как можно. Напомним, перед уходом Алексей упомянул о якобы потерянной цепочке. Это еще одна ловушка, проверяющая на честность. Не, ну если она помимо того, что все вот это сделано максимально... Ой, еще и спит что-то. Это, блядь, вообще какая-то... Наконец-то Аня доходит до того места, где у нас лежит цепочка, и просто в упор ее не видит. И, к сожалению, пока Аня убиралась, протирала то место, где установлена камера, она ее немножко повернула, и мы не видим, что же в том углу, где цепочка. Может быть, она ее уже давно убрала в карман, может быть, положила на комод. Кот пошел в пылесос, и я уже немножко начинаю переживать за цепочку. Аня так достаточно агрессивно пылесосит. Может привести к тому, что она ее засосет. После того, как она засосала две кружки московской воды и две сигареты в моей кухне... Смешная аналогия, молодец. Если она засосет цепочку, я не удивлюсь. Я так скажу Ане, это человек противоречий, потому что она одновременно делает какие-то вещи... Да-да-да, я хотел сказать, что, знаете, сначала закуривает Сигу, пить еду, а потом такая, ладно, отодвину-ка я диван с чистой совестью, и там все уберу. То есть это странно, понимаете, да? Обычно такие парадочки, они никогда в жизни не отодвинут тебе диван, не поднимут тот же коврик, они все вокруг вот так уберут, типа, ай, да ладно, все, мне заплатили, до свидания. А это какая-то реально странная баба, очень странная. ...которая меня радует и восхищает, и тут же косячит. Когда убирала зам, она решила убраться за диваном, что достаточно похвально, редко кто так делает, и тут же... Смотрите, реально отодвинула, убирает. Что за хуйня? Берет этот диван и вот так вот его отодвинула. А такое неловкое движение с легкостью может повредить дорогие полы. Однако Аню это, видимо, совсем не беспокоит. Аня уже заканчивает свою работу, да и мы с вами уже увидели достаточно. Я думаю, пора ее навестить. Сначала Алексей возвращается в квартиру в образе хозяина, и пока без операторов. Аня, я вернулся. Здесь уже все готово, да? Да. Цепочку не нашли? Вот какую-то нашла там. Какая-то цепочка. Ага, да, она и есть. Вот. Ой, а что это у нас эта штука отвалилась? Упал что ли? Я его не трогала вообще. А-а-а, какой пиздец, какой ужас. Могла же бы сказать, что я взяла, сразу отвалился. Понятное дело, что там могли бы полететь предъявы. Я вот, я, кстати, даже не знаю, как быть-то на месте клинера. Ну, то есть, представьте, вас наняли, да, вы протираете. Ну, и там явно, как бы, не прикладывая усилий, разъюбывается там голова, как того или иного там памятника или скульптурка, что-то такое понятия не имею. Вот. Что делать? То есть, хочется быть честным, сказать, там сломано. Но, с другой стороны, ай, блядь, какой ужасный вопрос. Я даже не знаю, что ответить на это. Как вы под ним пыль протирали? Нет, я вот эту протерла, здесь пыль и все. Она такая была. Не курили? Нет. Пахли просто табакой. Я не курила. А вот теперь и нам пора рассказать Ане правду. Точно не курили? Просто запах сигарет есть. Знакомьтесь, это наша съемочная бригада. Вы участвовали в эксперименте канала «Пятница». Мы проверяем на качество клининговой компании. Ой, какой ужас, бля. Я просто почему-то, я умею иногда ставить себя на место того человека, которому сейчас настал пиздец. Осознав вообще все, что произошло, это ужас. Ну, типа, если бы ко мне вот так подошли, я знал, что я покурил, похавал, что-то еще. И вот меня спалили. Это как за изменой спалили, я не знаю. Ну, типа, это ужасное чувство. Просто. Значит, какие были недочеты? Первый. То, что вы, когда пили воду, вы просто взяли кружку, не сполоснув ее после себя, а убрали сюда. Следующее замечание. Вы тряпку берете руками, перчатка стираете. И потом, не снимая перчаток, постельное белье, подушку застилаете. Снимал. То, что вы здесь выкурили две сигареты на моей кухне, хотя здесь никто не курит, это, конечно, косяк самый жирный. Да, ну, хотя бы выйти в коридор, может? Нет, в подъезде сейчас штрафуют. В подъезде штрафуют. Покурю, пожалуй, в твоей квартире. Боже. В подъезде штрафуют, а у меня дома можно. Если бы не вот эти вот недочеты, мы бы удвоили ваш гонорар, а сейчас мы просто рассчитываем с вами по тарифу, да, даю 3500, и мы прощаемся с компанией Чистый Лист. Бля, какой же это просто пиздец. То есть, ей сейчас дадут 3500. И жесткого пиздюлятора на работе. Потому что, ну, раз они вот так вот рассказывают про то, что эта компания хую, Чистый Лист, я думаю, что там прилетит это руководство жесть. Короче, все, я считаю, это был последний рабочий день, 100%. Огромное спасибо, Чистый Лист, пользуйтесь. Вообще, клининг бомба. На вашей хате просто покурят, оставьте еду. Там будет бутербродов штук на 9 меньше. Это нормальная практика. Как бы, Чистый Лист, они как, они любят, помимо того, что просто взять деньги, немножечко пожрать и т.д. Мы прощаемся с Аней и переходим к следующему сюжету. Впереди фирма Зачистка. Стоимостью 5000 рублей за уборку. Зачистка. Для них наша экспериментальная квартира превратилась в жилище закоренелого холостяка. Разумеется, со множеством новых ловушек, немного разлитого вина, жутко пригоревшая кастрюка. Бля, какой ужас, посмотрите, просто как это все грязно, я бы с ума сошел это все убирать. Я не представляю, сколько должно быть терпения у человека, который работает в клининговой компании, чтобы она еще добросовестно, четко сделала свою работу. Это же просто ужас, какой труд. Посмотрите вот на эти вот... Ой, бля. Одинокий хомяк в духовке. И другие сюрпризы. Ну что ж, квартира хомостяка готова, все ловушки расставлены, и клининг среднего класса будет здесь буквально через 10 минут, поэтому, ребят, давайте, выходите, выходите, выходите. Клининг среднего класса. Ну, это типа просто средняя цена по Москве, а до этого была самая дешевая, да? Это есть что сам собой, не обращать внимания, я слегкаю. Здравствуйте. Нина? Да, я с вами. Заходите, заходите. Мы убираем, в общем, не генерально, но чтобы было чисто везде. Прям вот, как для себя. Вот, собственно, наше поле боя. Посуда, пыль. В общем, общий порядок. Хорошо. Насколько это возможно? Сколько? Да я так посмотрела, у вас, конечно, здесь вот грязь, которую я не ожидала, но тысяч пять не меньше. Пять. Пять. Хорошо. Все, значит, по времени три часа. Знаете, по первым впечатлениям, это вот женщина не должна сделать ничего плохого. Но это просто вот на уровне ощущений, мне так кажется. Хотя я и по-то и думал, что она тоже будет адекватная. Там, казалось, блядь, и курит, и жрет. Блядь, вообще, конечно, странный рынок. Мне теперь страшно заказывать какой-то клининг. Может, самому убираться на его нахуй? Блядь, а реально, вы прикиньте, если я когда-то что-то вызываю, у меня что-то жрут, трогают, пьют из моих кружек. Это ж пиздец. Хорошо. Первым делом Нина осматривает весь масштаб бедствия этого холостяцкого логова. Давайте поделимся первыми впечатлениями. Порадовало то, что у Нины есть специальный комбинезон, который как-то напоминает спецодежду. То есть средний... А на этот, блядь, за привидением Каспер пришла охотница. Знаете, эти охотники за привидениями, блядь, скубиду. Ой, при чем тут скубиду, ну вы поняли. Комбинезон такой, ёп, ей еще нужны вот эти всякие. По ценам клининга, как видимо, уже подразумевает наличие какой-то фирменной одежды. И еще один момент. Она идет к холостяку без всего. Не принесла с собой ни тряпочек, ни ведра, ни швабры. Да, у меня все это было. Но если бы не было, ей пришлось бы либо куда-то бежать, либо уборка бы не состоялась. Нина добралась до нашей первой ловушки. Кастрюли, к которой достаточно плотно, так по-доброму, пригорела кашица. Будет ли она старательно ее отмывать или сделать поверхностную уборку, покажет время. Вспоминается поговорка, люблю поговорить с образованным человеком, особенно с самим собой. Нина что-то там говорит, намывая посуду, матеря того, кто старательно прижег кашу к этой кастрюльке. Но, тем не менее, я вижу плотно... Да, прикольно, что этот ведущий такой, знаете, позитивный чел. У него вообще нет никакой токсичности, негатива. Может, это я в будущем? Может, мне пора прекратить уже обзываться, материться? Представляете, реально, я сижу вот так, нашел вот такой. Ребятки, всем привет, с вами Евгений Доброволов. И сегодня мы проверим с вами сантехников и ремонтников. Вы готовы? Ставьте лайк, погнали! Знаете, там какой-нибудь чел вытворяет какую-нибудь лютую хуйню. Я за него так смотрю, в комнате камер. В секретном грузовике, так сказать. Сижу я такой, ха! Ну, я, конечно, думал, что будет что-то плохое, но не настолько. Посмотрите, что делает Анатолий. Он просто взял и грязными ногами прошелся по моей пицце. Но ничего, мы ему это выскажем. Ничего страшного, все нормально, Анатолий. Блядь, как он такой добрый и сдержанный? Я бы уже просто обхуй сусил. Я бы не сдержался, залетел бы туда. Не, ну не к этой, а к той. А он такой суперсдержанный чел, круто. Кром ее усилий кастрюле все-таки поддается и становится чистой. А вот чистой ли до конца? Мы скоро узнаем. Дальше моют духовку. Самый интересный момент сейчас, Нина познакомится с нашим Валерой, хомяком из духовки. Она сейчас, блядь, с ума сойдет, там же может инфаркт. Типа положили Валеру туда. Валеру, блядь. Ой, господи, кто это? Хомяк Валера тоже холостяк. И по совместительству наш спецагент со своей особой миссией. Ой, 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 ой. Она его взяла в руки, не испугалась, опешила, но все-таки нашла в себе силы и поместила его в его клеточку. Желодеры какие. Сколько же ты там дней сидишь? Моленький. Теперь мне не есть с кем поговорить. Моленький, дойку мой, пожалуйста. Даже несмотря на то, что Нина нашла хомяка и была сильно удивлена, она все-таки продолжила уборку духовки, протерла ее очень тщательно. Это хорошо. Смотрим спальню. Чтобы проверить... Что-то мне так не хочется, чтобы она где-то проебелась. Мне прям хочется, чтобы все было норм. В добросовестность уборки в спальне Нину ждет цветок, под которым спрятано большое красное полусладкое пятно. Нина нашла нашу закладочку пятно. Первое, что она пробует оттереть его какой-то столовой тряпочкой. Заботливо свернула разбросанные вещи холостяка, джинсы сложила аккуратненько. Очень порадовало, что для того, чтобы протереть буквально пару поверхностей, пару комодов, она не поленилась сходить на кухню и сполоснуть тряпку. Ой, как же я надеюсь, что она не сорвется. Реально все очень хорошо. Просто, знаете, бывает такое, смотришь на человека, норм. Я очень надеюсь, что меня чуйка не подведет, коллеги. Я не хочу, не хочу, не хочу, чтобы она сорвалась. Нельзя. Так, Нина перемещается в зал. У нас в этой комнате находится приоткрытый сейф с достаточно большим количеством денег. Он так заманушно у нас стоит прямо на комоде. Интересно, обратит ли она внимание. Приятного аппетита, кстати. Улыбнись. Улыбочка. До последнего держишься. Упрямая. Все-таки не удержалась Нина от соблазна заглянуть, что же у нас находится в сейфе. Нет, ну зачем, нахуй, а? Зачем лезть в чужой карман? Что это за люди, блядь, такие, а? А сколько у тебя там, почему там? Какая монетизация? Сколько зарабатываешь там, это? А ты это что? А сколько у него там в месяц, блядь? Тетя нахуй все. Зачем вы вообще лезете куда-то, что-то спрашиваете, узнаете, полезла в сейф? В сейф полезла, блядь. Но ничего не взяла Еще один зачетик Она вернулась и полетела Ну ладно, не взяла, да, это молодец Как бы хорошо, но вот это любопытно Любопытно варваре на базаре оторвали нос Любопытно варваре На базаре нос оторвали Любопытно варваре на базаре оторвали нос Вот так поговорка от Евгеньева Поговорочного Ой, слушайте, у меня заплетается язык Что-то тяжело у меня сегодня с формулированием речи Ну и ничего Наверное, хотя бы три человека посмеялись над этим бредом Сосит коврик для йоги Он пострадал больше всего при подготовке квартиры к съемкам Нина эту втоптанную пыль и грязь Вытащила за счет своей старательности Прошло 2 часа 50 минут Есть вопрос, который я хочу ей задать Погнали? По традиции Алексей Возвращается в квартиру в образе хозяина И пока без съемочной группы Нина, я вернулся Считайте, что я закончила Единственное, чтобы у меня не оставили спички Вашу кастрюлю, в которой вы пригорели Ее нужно ставить обязательно на огонь Валера нашелся Это Валера, бедный ребенок сидел в духу Слушайте, ну она молодец Я не думаю, что ей что-то можно высказать негативное Я думаю, что все будет норм Ну, точнее, я надеюсь Кастрюльку дотереть невозможно Потому что, видите, она пригоревая Пока Нина честно рассказывает про пригоревшую кастрюлю Пора и нам рассказать всю правду Это вы наши... Это эксперимент телеканала Пятница Мы проверяем на честность клининговой компании Мы стали жертвой нашего эксперимента Камеру можно убрать? Я не хочу, чтобы меня видеть Так, рассказываю Что мне понравилось То, как вы здесь все убрали То, что даже мы говорили, что духовку мы не будем убирать Вы нашли нашего Валеру Здесь все идеально Кроме одного Мы с менеджером говорили У вас по регламенту идет уборка под диваном Под диваном? Может, помоют? Ооо, какая она умница, реально Она не двигала, потому что забоялась поцарапать Ту я похвалил И сейчас могу сказать так То, что, типа, ну да Она же, не думая башкой, просто отодвинула Возможно, она могла испортить пол Это не стало портить То есть, по сути, это тоже правильно Здесь сразу хвалю за то, что здесь все было убрано Вы тут даже попытались создать какую-то красоту У меня есть ощущение, что она, знаете Ни за что не переживает Но в голове у нее одна мысль такая Блядь, я же залезла в этот ебаный сейф И зачем-то посмотрела, что там Это ужасное чувство То есть, я прям уверен, что у нее в голове Это сейчас вообще номер один Сложенная одежда хомостяка Заботлива в уголочке Это зачет Так как вы не просто справились А справились с успехом Телеканал «Пятница» удваивает ваш гонорар Вы получаете не 5, а 10 тысяч рублей Спасибо большое Нужно мне уже? Можно Средний ценовой сегмент Ребята, ну что я могу сказать Хоум, зачистка Пользуемся Чистота Это наша работа С вами Евгений Чистолюбов На канале Чистолюб ТВ Получить предложение Нажимайте просто это на сайте Заказывайте К вам приходит эта же самая женщина Она всегда ходит ко всем Конкретно она Откройте сейф Единственное, что надо сделать Заглянет Разбросаете там хомяков По дому она тоже их найдет И упакует Аккуратненько Прямо туда Откуда этот хомяк сбежал Короче, на самом деле Хорошо Меня чуйком не подвела И женщина оказалась Достаточно адекватной Порядочной Доброй Вот и все Своим дальше На этот раз в лице Нины Показал себя достойно Обращайтесь Впереди клининговая компания Из дорогого ценового Мой додыринг Сегмента Мой додыринг Стоимость их услуг Аж 7400 рублей По идее За такую цену Квартира После уборки Должна просто сиять Под 7400 Вы что, угораете что ли? 7400 Это, блядь, комнату Можно снять в центре 7400 За уборку Давайте я вам уберу За 7400, блядь Ну что Квартира готова Все ловушки расставлены И по легенде Завтра приезжает моя супруга Которая не была Целую неделю Ну что, дорогие коллеги Братики Сейчас мы вызовем Финальную клининговую Компанию Класса премиум За 7400 рублей Мы здесь немножечко Постарались Люди будут думать Что, ну, как бы Была реальная тусовка И мы посмотрим А насколько же справится Самый дорогой клининг Этого города Далее в программе Блядь Ну это крутой чел Мне нравится Какой-то он дурачица В то же время Такой добрый И всю эту неделю Я достаточно плотно Отдыхал И чтобы избавиться От всех улик Ну, если вы понимаете О чем я Я заказал Самый дорогой клиник И посмотрим Как они со всем Этим справятся Здрасте Здрасте Заказывали убор Да-да-да-да-да БМА тут у нас Нет, не заказывали Вам просто так Блядь Открыли дверь Сказали Заходите Обычная практика Можно просто Ко всем стучаться И заходить Неделька гулянок В общем Если помягче Жена приезжает После недельной командировки Если Что-то Как-то Тут такое Найдете Сразу Уничтожайте Слушайте Ну у него такая Красивая грудная клетка Широкие плечи Он такой лысый Как лысый из Бразерс Если кто понял О чем я Вдруг Вот он Наверное Ты его когда-то видела В общем Прикольно он выглядит Это просто комплимент Я надеюсь От программы Женек К телепрограмме Пятница Понятно Значит смотрите Здесь Еда живая В холодильник Остальное в помойку Ну чтобы все было Как будто Тут никто ничего Не вытворял Чтобы было чисто Скрываем Да Не то чтобы скрываем Его не было Не было Вы ничего не докажете А у Марины Глаз-то наметан Судя по всему Человек опытный Здесь у нас зал Собственно спальня Да Вот эти комнаты Вы мне скажите По времени Сколько это займет Ну по времени Не меньше пяти часов Когда я с менеджером Разговаривал Я вспомнил Он мне сказал Я ему площадь сказал Он говорит Четыре часа А вы говорите Пять Ну они откуда знают Я посмотрела Какое у вас тут Вообще У меня просто все Там немножко По времени рассчитано Ну то есть У нас грязнее Чем вы ожидали Да Да Тут очень большой объем Они сидят там в офисе Им конечно Ничего не делают Что-то как-то это не очень похоже на клининг За 7400 рублей Пришла просто такая Я не знаю Что они там в офисе сидят Вот я вижу объем Много здесь Поэтому Пять часов Ну как-то Блять не похоже на человека Который готов сделать уборку За 7400 Типа чем Она отличается от других Хотя бы по косвенным признакам Вот ну просто внешне По деньгам сколько будет 7400 Не меньше Все Я на вас рассчитываю Ну что ж Если название моет А дыринг Первое впечатление Марина Опытный И прожженный Клинер Мои намеки Она даже не стала дослушать Она говорит Я все поняла Был гульбан Сходу Помада на бокалик И сразу видно Она работает не первый год Первая находка Марина Резиновая кукла Надувная Этот предмет Интимной гигиены Она ее нашла Раздвинула ее ноги И выбросила в угол Это не гигиенично Все равно что зубную щетку На пол бросить Марина у нас Сделала в уборке Небольшую паузу Видимо у нее Зазвонил телефон Расположилась на моей кровати Положила себе Под голову подушечку С ногами на кровати На двух подушечках По телефону Блять Какой-то ужас В штанах В которых она ехала Где-то там В метро Блять Неизвестно Сколько раз Она их стирала С учетом того Что она ходит Убирается у всех По квартирам Она ложится на кровать Мою Ну потенциально мою И просто пиздит По телефону Так она еще и до этого Пиздала Что не Здесь работа Не на 4 На 5 На 5 Минимум Встань с кровати Чучело Блять Начни убираться Это вообще Это просто Такой ужас Я короче Не хочу больше заказывать Клининг Никакой Вот это сразу видно Элитный клининг Какой-то вертепт попал Ведь тут гульбан Видать был Волосы повырваны Всякие плетки Немного передохнул Новое слово в копилке Гульбан Вы на канале Гульбан ТВ Я буду рассказывать вам Как я провожу время С девушками Гульбан Блять Ты где Да у меня гульбан был Ебать Марина все же решает Немного поработать Марина приступает к ванной И там напомню У нас мерзкий Клок волос Прямо в сливе Нашла Поругалась Что это гадость Но все-таки убрала Свиньку Подмылась девушка Марина Улики уничтожает четко Жена вряд ли найдет Хоть одну волосинку Что ж За ванную комнату Можно поставить плюс Впереди кухня Марина обнаружила Нашу очередную ловушку Пятно от свеклы Которое я оставил На полу И прикрыл стулом Она его нашла Это уже хорошо Посмотрим Что она будет с ним делать Она его не вытерла Она его просто Равномерно Распределила По полу кухни Причем она сделала Это тряпкой Которой только что Протирала стол Это стоит Семь четыреста Я только что Блять Он прям с языка срывает Семь четыреста Это шимпанзе Блять берет Это же Одну и ту же тряпку Ногами Этими же носками Потом ходит Блять Какой-то ужас А ведь реально Как я могу знать Что делают Пока меня нет в квартире Это же просто пиздец Блять Зачем я все это смотрю Я смотрю эти шоу Мне становится плохо Это просто пиздец Это элитный клининг И вот Что особенно странно Когда я общался с менеджером По телефону Впечатление было Прямо противопоможное Здравствуйте Клининговая компания Вы скажите пожалуйста Как могу к вам обращаться Алексей Алексей очень привет За то что они в колл-центр Сажают людей Которые просто по скрипту Пиздец Голосом Вот этим вот Блять Продажническим Это ну ничего не значит Это очень легко Да здравствуйте Меня зовут Евгений Компания Клинер ТВ Что еще раз Да Наши услуги будут стоить 7400 рублей Для вас Но с учетом того Что вы наш первый клиент Будет 6300 рублей С учетом скидочки А да С вами свяжется Мария Наш менеджер А там знаете Просто Какая-нибудь ебаная Мария Которая будет вот так Ногами тебе все вытирать Но я при этом В колл-центре Как бы сижу и такой А Мария у нас Профессионал со стажем Более 16 лет Работал в таких компаниях Как и несколько раз получал награду лучший клинер года по оценкам наших клиентов и все это полный хуй который вообще ничего блять не значит потому что просто говорить не равно делать и вот приходит у такая шимпанзе блять за 7400 впечатление действительно элитный премиум компании вот мне интересно у них все вот такие вот это просто красивая ширма или это просто мне такая хабанка попалась размазав пятно по кухне марина решает изучить содержимое холодильника марину заинтересовала бутылочка хорошего вина изучила этикеточку изучила дату понюхала виной только потом пригубила пригубить пригубила а закусить вообще я считаю это нагло и проверку на честность она уже не проходит категорически не проходит мне это уже сильно не нравится но теперь я понимаю хотя бы почему она запросила 5 часов вместо четырех винишко выпила шоколадочкой закусила на кровати ножка на ножку полежала с подругой на вечер дыгра все мне вообще нет комментариев никаких это такое это такое блядство говорилось о чем еще можно мечтать марина живет по принципу умеешь работать умей и отдыхать поэтому прежде чем избавиться от улик она их с удовольствием примеряет но пыль она все-таки протирает ну так явно не на 7400 зачем ты взяла мусорный мешок из коридора и принесла его обратно в кухню хотя в кухне уже убрана берет тарелки убирает их мусорный мешок сейчас мы просто видим некий способ воровства мой некий способ воровства блять вы понимаете что она сделала то есть есть большое мусорный пакет большое мусорный пакет вы на канале ударение про и окончание тоже она просто складывает посуду и все что ей блять захочется в мусорный пакет чтобы потом когда она пойдет выбрасывать мусор она забрала все себе просто без их вещей с помощью мусорного мешка однако на посуде марина решила не останавливаться не могу блять какой-то позор это же так просто это такой мелочный позор она убит а забирать собой шампуни тарелки блять какой-то пузырёчек марин повыбирай марина выбрала то что ей подходит он теперь я хотя бы знаю что у моей жены из косметики действительно элитного марина не может ошибаться бля прикольный прикольный чел очень мне очень нравится обратите внимание на саму эту схему она не кладет украденное к себе в сумочку она кладет это в мусор вряд ли кто-то додумается проверить и просто вместе с этим мусором уходят ваши ценные вещи вот с такой схемой я действительно сталкиваюсь впервые для меня это сейчас открытие я увидел все что можно и все что нельзя как марине миллион вопросов я думаю пора их задать сначала алексей возвращается в квартиру в образе хозяина прикиньте реально 7 400 и пока без операторов марина я вернулся пока вы где вы на кухню все готово у вас здесь блять я сам выброшу нет это входит моя обязанность да не будет я сейчас магазин пойду я выйду я вынесу пока марина вместе с вылет представляете насколько есть из паршива стала то есть ну все же понимают что у нее там мусорном пакете да не не надо я сама да я сам то да не не вот моя обязанность я сама ты блять ой мусором не вынесла пол квартиры на месте преступления появляется съемочная группа пришло время рассказать вам немножко правды кто тебе разрешил пить чучело кто тебе разрешил пить я тебя еще раз спрашиваю чучело люди которые пить это их никак по-другому не назвать мне даже не стыдно то что это женщина она старше меня чучело блять шимпанзе я не знаю те много раз уже кем-то назвал воровать не вытирать ложиться грязными что ты поздно участвовали в эксперименте канала 5 марина побежала на половинку айронмен забег марафон марин возвращайтесь и мы с вами всем говорим марина возвращайтесь осознав всю серьезность происходящего марина не раздумывая решает дать смотри на мусорный пакет где это ж твоя обязанность куда-то побежала или что-то в мусорном пакете у тебя было а ты же ебаная мышь я забыл прости так вот у нас закончился наш эксперимент в принципе понятно почему марина решила сбежать потому что вот эта квартира по факту является местом преступления сбежала оставил даже все свои прибамбасы швабры венечки и наши вещественные доказательства давайте посмотрим а это что такое нет это наверное не тропин это все-таки мусор вообще ребят неприятно за такую работу мы заносим компанию майдадыринг в наш черный список если после выполнения работы вы обнаружили что какие-либо вещи пропали не бойтесь обращайтесь правоохранительные органы соответствующим заявлением да все верно если я понял что у меня две ложки тарелку я пойду заяву напишу простою естественно в полиции сколько там два часа потом и заявление рассмотрю течение 17 лет через 24 года потому что дело надо закрыть меня вызовут я дам показания на то что да действительно все таки а перепроверил еще раз тарелок нет и примерно через лет 50 мне дадут какой-то ответ скорее всего скажут мы не нашли ни ложки не тарелку поэтому да ребят если что-то кто-то украл из клинеров обязательно сразу бегите в полицию не покупайте новые полицию это быстро замедлительно сразу же вызываете правоохранительные органы на место происшествия и как рекомендация если вы отсутствуете при оказании услуг выполнения работ пользуйтесь средствами видеофиксации в целях сохранения вашего имущества и с целях безопасности да все закончилось так сказать и так время по моим часам 16 58 через час 30 меня поезд ребята я побежал надеюсь все было прикольно мне шоу понравилось повторюсь еще раз я знаю вот он смотрит юлик это конечно немножко не очень потому что у нас аудитории сильно пересекается скорее всего вы это уже видели но мне было очень интересно смотреть поэтому обязательно пишите стоит ли продолжать смотреть потому что в любом случае найдется достаточно много людей кто хочет это смотреть с моей подачей на этом все ставьте лайк пишите комментарии подписывайтесь обязательно нас уже там 120 тысяч я думаю будет выходу этого ролика поэтому всех люблю целую обнимаю сердце прижимая мучаюсь от боли со своей любовью с фотографией в альбоме все ребят давайте всем пока позитивных вибраций с вами был евгений хорошего дня вечера утра я не знаю когда вы смотрите пока спасибо за просмотр пока пока